Доброе утро! В эфире новости НОТЭС в студии Дмитрий Белькевич. В этом выпуске вы узнаете о том, как ведут себя цены на товары и услуги в Новосибирской области, когда в сибирскую столицу привезут новые троллейбусы и какие машины предпочитают жители региона. Подробности далее. Инфляция в Новосибирской области продолжает замедляться. Ее уровень в нашем регионе по-прежнему ниже, чем по Сибири и России в целом. Несмотря на то, что цены на непродовольственные товары все еще растут, повышение стоимости услуг и продуктов сейчас медленнее, чем еще несколько месяцев назад. На это сильно повлиял рекордный урожай зерна и свеклы. Больше предложений ниже цены. Замедлился рост цен также на муку и крупу, а значит на хлебобулочные и кондитерские изделия. Из-за снижения цен на зерновые, животноводческие предприятия и птицефабрики стали меньше тратить на корма. В итоге в Новосибирской области замедлился рост цен на говядину и свинину, а также на мясо птицы. Банк России провел очередной опрос новосибирского бизнеса. В ноябре торговые сети фиксировали, что немного оживился потребительский спрос. С установлением снежного покрова главной темой инспекционных выездов государственной жилищной инспекции становится уборка на носов, колейности и традиционной сосульки. В этом году возрастут масштабы применения дронов. Аэрообследование проводили пока только в Ленинском районе, но обещают облеты всего города. Снег выпал относительно недавно, однако уже начались проверки по его уборке. На сегодня инспекторы обошли около 800 домов. Выявлены 42 нарушения. И касаются они в основном отсутствия посыпки уже образовавшихся снежных шапок и сосулек. В Ленинском районе на улице Блюхера все нарушения устранили прямо во время инспекции. Журналисты и проверяющие увидели образцово-показательную работу снегочистительной техники и дворников. И все же по городу нарушения есть. Не все управляющие компании включились в зимнюю работу. Нарушения типовые. Это навесы на кровли, ненадлежащее содержание территории придомовой, наличие снега, ненадлежащая уборка. Плюс еще скопление излишних масс снега на козырьках и балконах. Только за утро проверили более 40 домов в Ленинском и Октябрьском районах. Когда мы выявляем нарушения, мы первоначально осуществляем профилактику. То есть направляем информацию в управляющую организацию, либо другое лицо, которое управляет домом. И ответственность на содержание общего имущества. В случае, если нарушение не устраняется, мы выходим в контрольное обзорное мероприятие и уже применяем штрафные санкции. Пока рублем из-за ненадлежащей уборки снега в этом сезоне еще не наказывали. И времени с момента установления покрова мало прошло. И на предупреждение УК обычно своевременно реагируют. Александр Попов, Евгений Агеев. Новости ОТС. 120 новых троллейбусов поставят в Новосибирск. В том, что закупка состоится, сомнений больше нет. Стало известно наименование победителя конкурса, объявленного муниципальным транспортным предприятием. Напомню, конкурс объявили в начале месяца, а выиграла его АО «Сбербанк Лизинг». Согласно условиям договора, стоимость контракта составит почти 5 миллиардов рублей. А срок исполнения до конца 2027 года. Также добавлю, по данным мэрии, троллейбусный парк «Мегаполиса» изношен на 99%. Чиновники намерены закупить 58 транспортных средств за счет нацпроекта БКД, а еще 120 взять в лизинг. Россияне, как и в 90-е, выбирают поддержанные иномарки. В этом году резко возрос импорт автомобилей с пробегом, особенно из Японии. Свою роль, как всегда, играет в соотношении цены и качества. Оно оказалось в пользу поддержанных иномарок, а самое главное, что растет доля таких покупок со стороны именно физических лиц. Им привезти автомобили за границей дешевле, чем для коммерческой организации. Правда, эксперты рынка уверены, что повторить опыт 90-х и нулевых полностью не получится. Достигнуть тех объемов невозможно, например, из-за негативного фактора правого руля. В западных регионах России и на Урале от таких авто уже почти отвыкли. Есть и проблемы с запасными частями. Режим повышенной готовности в Новосибирской области продлили до конца зимы. Как сообщает региональное правительство, санитарно-эпидемиологические ограничительные меры будут действовать до 28 февраля. Связано это с участившимися случаями заболевания в нашей области гриппом и ОРВИ. Поликлиники перешли отныне на ежедневный режим работы. Также в медучреждениях функционируют кабинеты неотложной помощи, куда можно обратиться с симптомами простуды. Напомним, из-за роста заболеваемости в ряде школ и дошкольных учреждений региона введены карантинные меры. При этом в регионе можно поставить вакцину от гриппа, что позволит существенно облегчить симптомы болезни. Стоимость больничного повысится с нового года. С 2023-го максимальные суммы выплат за период нетрудоспособности для работников с 8-летним стажем по обычному договору составят 2736 рублей за день и 84 846 рублей в месяц. Размер больничного зависит от нескольких показателей. Страхового стажа, средней зарплаты за последние два года, а также от того, каков минимальный размер оплаты труда на момент выплаты пособия. Также из-за повышения МРОД с 1 января изменится сумма больничного сотрудников, которые получают минимальную зарплату. Напомню, самый маленький больничный за месяц не может быть меньше МРОД. В поселке Сосновка Новосибирской области прошла финальная в этом году акция «Добро в село», в рамках которой врачи разных специальностей провели осмотр местных жителей в местном ФАПе. Подробности далее. Посмотрите, я буду сейчас менять положение. Вы говорите, лучше или хуже становится, хорошо? Сегодня в ФАПе можно пройти осмотр у офтальмолога, эндокринолога, кардиолога, невролога, мамолога и прочих профильных врачей. В обычное время для того, чтобы попасть к любому из этих специалистов, жителям поселка Сосновка нужно ехать в Новосибирск. Для большинства это неудобно. Акция очень важна, особенно для населенных пунктов с малочисленным количеством населения. Мы выезжаем вместе с волонтерами, с врачами, с специалистами под эгидой Центра общественного здоровья и проводим профилактические мероприятия. Кроме того, в эти населенные пункты формируют совместно с руководителями медорганизации бригада врачей-специалистов. Для тех, кто ожидает своей очереди в коридоре, волонтеры из числа студентов-медиков проводят мастер-классы. Например, как диагностировать у себя заболевания молочной железы. Кроме того, раздают буклеты о правильном питании. Я провожу мастер-класс всем желающим. То есть ко мне подходят, я рассказываю, даю объяснение, как правильно проводить собственный осмотр. Также раздаю брошюры, помогаю. Добро в село – всероссийская акция. Новосибирская область принимает в ней участие уже 8 лет. Только за этот год провели 5 выездов, а врачи приняли более 800 жителей региона. Дмитрий Антипов, Константин Менин, Новости ОТС. Мобилизованный из Новосибирска снял на видео армейский быт в землянке в зоне специальной военной операции. Запись опубликовала официальная страница Новосибирской области ВКонтакте. На кадрах военнослужащий из артиллерийской батареи показал землянку, где он проживает со своим сослуживцем. Внутри стоят две кровати, установлена лампа и печка-буржуйка. Кроме того, новосибирец продемонстрировал и построенную для них баню, которую, по его словам, они посещают каждые два дня. Уютно, тепло. После работы вот она, земляночка. Вот она, все хорошо у нас, укрытие, замаскировали. После работы приходим. И вот так вот, смотрите, вот так. Сейчас, секунду. Вот так вот отдыхаем. Почти на 3% больше стали разводиться сибиряки в этом году. Данные обнародовал Росстат. За 9 месяцев в регионах округа зарегистрированы 62 тысячи разводов, тогда как новых браков около 90 тысяч. Лидером по разводам стала Республика Алтай. 82 на 100 браков. Реже всего в этом году разводились в Тыве. 45 разводов на 100 браков. А Новосибирская область расположилась в середине рейтинга, разделив позицию с Томской областью. В нашем и соседнем регионе зарегистрировано по 66 разводов на 100 браков. ИКИ отсудила у мэрии Новосибирской почти 3 миллиона рублей. ИС компания подала по причине отказа чиновников добровольно вернуть переплату по аренде. Кроме этой суммы, коммерсанты потребовали процент за пользование чужими денежными средствами и компенсацию ряда других расходов на общую сумму около полумиллиона рублей. В мэрии же готовят апелляцию на решение суда. Напомню, что ИКИ добровольно ушла с российского рынка, включившись наряду с другими иностранными компаниями в авантюру с антироссийскими санкциями. Гараж с канализацией. И речь здесь не об обычных коммунальных удобствах. Часть ГСК в Калининском районе рискует быть затопленной зимой стоками. Сейчас под водой оказались лишь два гаража, но с каждым сбросом уровень воды поднимается. Подробнее в сюжете Александра Попова. Обычный родник в гаражном кооперативе Сибирь бежал только летом и то по руслу чуть выше. Этой зимой дурнопахнущие потоки струятся по дорогам, заходя в сами строения. Стабильные канализационные выбросы происходят здесь пару раз в неделю. Перед приездом журналистов, со слов очевидцев, гаражный кооператив накрыла небольшая волна. А вот еще пару недель назад из гаража Дмитрия воду пришлось откачивать. Самостоятельно продалбливали ручей, то есть направляли туда, в ту сторону, в воду. Потому что невозможно было ни к гаражу, ни к никуда подойти. Соседу повезло чуть больше. Дренажные работы спасли его от затопления. Если летом русло можно было углубить, то сейчас ледяные наросты приходится отбивать после каждого сброса. Иначе вода пойдет по самому легкому пути, прямиком в гаражи. Вчера была сделана заявка в горводоканал. Приезжала аварийная служба. Она прошла по своим коллекторам. По этим участкам ей показали. Они сказали, что это не их проблема, потому что у них на данной территории никаких коллекторов нет. К тому же, судя по периодичности, это действительно не авария, а именно сбросы. По пути следования ручья и запаху мы уткнулись в забор гаражного хозяйства строительной компании. Пришли на место, где обнаружили лужу. И находится рядом у нас гараж, который принадлежит энергомонтажу. На территорию съемочную группу не пустили. Однако автолюбители надеются, что после огласки и выхода сюжета виновники перестанут сливать отходы жизнедеятельности. Александр Попов, Евгений Агеев. Новости ОТС. Каждому третьему папе хоть раз в жизни приходилось наряжаться Дедом Морозом, а каждой третьей маме Снегурочкой. К такому выводу пришли авторы социологического исследования, проведенного специалистами крупного портала по подбору вакансий. В опросе приняли участие более полутора тысяч экономически активных граждан из всех регионов страны. Согласно результатам, почти 30% отцов попробовали себя в амплуа Деда Мороза дома или в гостях. 10% на мероприятиях в школе или детском саду. А вот мамам примерять бороду из ваты доверяют реже. Подобным опытом могут похвастаться лишь 4% опрошенных женщин. Причем 1 из 100 делала это дома, а 5% на утреннике в детском учреждении. Покататься на коньках на льду ЛДС Сибири, тем самым помочь детям. В воскресенье 25 декабря пройдет благотворительное мероприятие «Раступим лед», организованное фармкомпанией «Реневалса» вместе с хоккейным клубом «Сибирь». Кроме массового катания в программе экскурсии по Ледовому дворцу, творческие мастер-классы, зоны с настольным и аэрохоккеем и, конечно, общение с хоккеистами Сибири, вход по билетам. Его стоимость 500 рублей, включен прокат коньков. Также в Ледовом дворце в этот день можно будет приобрести лимитированную сувенирную продукцию мероприятия. Все вырученные средства будут перечислены в благотворительный фонд «Солнечный город», который помогает семьям сложной жизненной ситуации, а также детям, оставшимся без попечения родителей. К этому часу у меня все. В студии работал Дмитрий Белькевич. Хорошего дня.